МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 362 судебных заседаниях по гражданским, уголовным и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 517 обращений граждан и юридических лиц. Прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения, который трудоустроился по поддельному диплому о попаразовании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, использовании заведомо поддельного официального документа. По версии дознания, в мае 2022 года при трудоустройстве на должность инженера в ГАО «Цифровой Севастополь» МФЦ в городе Севастополя злоумышленник предоставил подложный диплом о среднем профессиональном образовании технико-специалиста на свое имя. В действительности, мужчина обучение в соответствующем колледже не проходил, указанный диплом не получал, а приобрел его в неустановленных лиц в 2017 году. После выявления данного факта он был уволен с занимаемой должности. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Расследование провел отдел дознания МВД Нахимовского района. Еще одно дело, рассмотренное на этой неделе прокуратурой Нахимовского района, касается 15 человек, которые имеют медицинские противопоказания к вождению автомобиля. Их лишили водительских прав. В ходе проверки проведена сверка лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами со списком граждан, владеющих водительскими удостоверениями на территории района. Установлено, что 15 местных жителей, имеющие водительские удостоверения, состоят на диспансерном учете у врача-нарколога. Данное обстоятельство создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. Прокуратура Нахимовского района отправила в суд административно-исковые заявления о прекращении действия водительских прав и удостоверении этих 15 людей до выздоровления и снятия диагнозов. Суд удовлетворил иски. Также прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, похитившего имущество Свято-Никольского храма. Прокурор Нахимовского района города Севастополя Александр Гоголев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Коломны Московской области 1986 года рождения. Он обвиняется по пункту В, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенная группой лиц с незаконным проникновением в помещение в крупном размере. По версии следствия, мужчина вместе с подельником в августе 2022 года приехал в Севастополь, чтобы обокрасть Свято-Никольский собор. В ночь с 14 на 15 августа через оконный витраж один из них проник в храм-памятник по улице Богданова, 43. Второй в это время следил за обстановкой внизу. Из церкви они украли золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, мужчины разбили защитное стекло на иконах святителей Николая Чудотворца Мирликийского и Богородицы Иерусалимской. Таким образом, злоумышленники причинили православному приходу храма материальный ущерб в размере более 820 тысяч рублей. Работники полиции оперативно установили лиц, причастных к преступлению. Расследование по уголовному делу проведено Следственным отделом МВД России по Нахимовскому району. Один из обвиняемых заключен под стражу. Его соучастник объявлен в розыск. Похищенные ювелирные изделия вернули в свято-никольский храм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова